Крысы бегут с корабля, но поскольку крейсер Москва уже давно на дне Черного моря, то они бегут с Россия-1. Мы бомбим каждый день. Бомбим инфраструктуру. Видит Бог, мы этого не хотели. Марго, если честно, я сомневаюсь, что Бог смотрит Россия-1. А, или ты про Путина. Моё уважение? Мы же вот опять. Мы добрые, вежливые и даже в чём-то кроткие. Мы вот такие мягенькие, добренькие, доверчивые, кроткие. А надо ли это? Маргош, ну ты уже до конца откровенничай. Россия-1 это вообще сказочная страна. Страна сказочных долгов. Сказочных. Да ты за... Меня изумляют люди наши, которых я знаю достаточно, к сожалению, много, в том числе в очень высоких кругах, которые этого боятся и в каком-то смысле боятся называть вещи своими именами. Вот как ты себе это представляешь? Выходит такой Путин и... Спасибо. Мы в дерьме. Спасибо. Удачи вам. Совершенно наплевать, что подумают там. И люди, которые боятся какой-то гааги. Послушайте, надо бояться проиграть, надо бояться опозориться и надо бояться предать своих людей. Ребят, вы уже проиграли, опозорились и предали своих людей. Поэтому можете смело бояться гааги. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть гаага, условное или конкретное, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за Кремлевской стеной подметает. Не только подметает, еще и угрожает иногда ядерным оружием. Маргоша Симонян призывает терпил еще потерпеть. Слушайте, это война в конце концов. Ну война. Ну мужики же. Кое-что, наверное, надо и потерпеть. Потерпеть, умереть. Не знаю, может воскреснуть. Не знаю, как, мужики, но надо. Немножко надо. Вот эти фотографии с кафелем, знаете, что мне напомнили? Настоящий русский мужик. И все потому, что я узкий. Рогозов, его фамилия, кажется, хирург, который в антарктической экспедиции сам себе вырезал аппендикс. Воу, кажется, Симонян намекает, что денег больше нет даже для раненых. Ну что ж, ждем следующее видео, в котором Маргарита расскажет, что каждый, кто сам в себе не пришил ноги прямо на поле боя, это иностранный агент. Когда хочется поплакаться на жизнь, надо вспоминать все время этого врача и вспоминать, что у нас полстраны живет с встающим кафелем или вообще без никакого кафеля. Если ты живешь в деревне, самое главное, ничего не меняй. Это принципиально. Просто выйди на улицу и посмотри, что полстраны живет еще хуже. Успокойся. У пропагандистов закончился креатив, но не закончилась водка. Вот украинцам хочется сказать, да, как бы, слушайте, но если вы так свято верите в то, что вас так любят, че ж они вас здесь-то держат? Ну пусть заберут туда. Ну ладно, армия, ладно, те, кто воюет, понятно, но всех остальных пусть заберут в Америку. Логично. Какая-то странная логика. Ну вы ж больные, но почему-то не в больнице. Начали голову. Давайте с американцами заключим гуманитарную сделку. Пусть они пришлют сюда сто пароходов, так сказать, да, и будем из Одессы выводить и туда, вперед, туту, как бы на Америку и привет. Зачем пароходов? Это же Америка. У них только галеры и тережабли. И удары по инфраструктуре, которые должны дезорганизовать жизнь всего украинского государства. Это на самом деле тоже формат ведения специальной военной операции, войны, как хотите. И это, кстати говоря, сохранит и жизни гражданских, и жизни военных. И в этот момент 90 тысяч мертвых русских солдат сидят такие в аду и думают, блин, а че ж вы раньше не били по инфраструктуре? Кстати, перегруппировка на территорию России это тоже формат ведения СВО. Не забывайте.